Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei и это 45 урок. В этом уроке я вам покажу сногсшибательный модуль. Сейчас вы видите перед вами такой 3D слайдер, где можно создать, наверное, неограниченное количество таких слайдов. На каждый слайд можно повесить ссылку, повесить описание и заголовок. Вот здесь вот видно внизу, у меня подписано демо и описание. Единственное, что здесь вы должны учитывать размер вашего шаблона, ваши модульные позиции там, где вы разместите. Сам модуль не ужимает изображение. То есть я тут немножко не угадал с размером, сделал широко. Видно, что вот описание у меня, как бы вот здесь вот скос идет такой слева. Здесь просто на фотошопе вам нужно подогнать вот эти изображения. А все остальное, все эффекты модуль сделает за вас. Переходим в админку нашего сайта. Данный модуль вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Как обычно устанавливаем данный модуль, выбираем его с компьютера, окей, и загрузить и установить. Модуль успешно установился. Переходим в расширение менеджер модулей. И он у меня вот здесь наверху. Если он у вас не наверху, как сортировать я уже вам показывал. Заходим внутрь. Здесь немного настроек. Сейчас мы быстренько его настроим. Мы его сразу опубликуем. Заголовок я не хочу показывать, я скрываю. На шаблоне здесь протостары. Я хочу установить его в позицию баннер. Вы на своем шаблоне ищите. Там, где вы хотите отобразить свою позицию модульную. Я выбираю баннер. И давайте пойдемте по вкладочкам. Привязка к пункту меню. Я делаю на всех страницах. Права доступа мы не трогаем. Следующая вкладка. Как раз отвечает за добавление слайдов. Здесь такая зеленая кнопочка, вы по ней кликаете. У нас выскакивает вот такое вот меню. Первый имидж с компьютера. Выбираете изображение. Изображение. То есть сначала мы загружаем их в редактор. Выбрать файлы. Опять же изображение вы должны уже подогнать по размеру вашей модульной позиции. Вы можете просто методом тыка подобрать изображение. Выбираю сначала одно изображение вставить. Ну и дальше смотрите линк. Вставляете любую ссылку. Ту, куда вы хотите, чтобы человека перенаправило по нажатию на данную картинку. И вот здесь вот если вы нажмете на кнопку, кнопочка подсвечивается, видите, такой тоненькой зеленой рамочкой. Это говорит, что данная ссылка откроется в новой вкладке браузера. Если кликните еще раз, то откроется в этом же окне. Я сделаю, чтобы открывалось в новой вкладке. Ну и соответственно title, это заголовок, какой-то текст. Если вы хотите, чтобы отображался внизу слайда, пишите текст. Description текст, это описание. То есть это другой текст, который будет располагаться ниже заголовка. Если нам нужно добавить еще слайд, мы кликаем еще раз на кнопку add slide. И давайте загрузим второе изображение. Также кликаем select. Я выбираю второе изображение и вставить. И сюда я ссылки вешать не буду, ни текст, описание вешать не буду. Ну и если у вас там больше изображений, кликайте еще раз на кнопку add slide. Add slide сколько вам нужно, да? Вот два изображения я загружу, этого достаточно. И давайте пройдемся по настройкам. Следующая вкладка. Первая. Смотрите, как отображать эффект. Вертикально, горизонтально. То есть вот видите, там дольками делится у нас изображение. Вот видите, дольками делится, да? То есть как? Рандомно, то есть будет по-разному. То так, то сяк. Если нужно только вертикально, ставите вертикал. Если только горизонтально, ставите горизонтал. Конечно же лучше рандом, чтобы по-разному перелистывалось. Следующая опция. Насколько делить картинку, когда она вот так вот кусочками переламывается и делится, и показывается другое изображение. Ну и эффектнее, на мой взгляд, чтобы делилось на 10 частей. Рандомно двигаться кубу или нет? Оставляем, да? Speed. Это скорость. Скорость перелистывания самого эффекта. Я считаю, что здесь надо поставить так вот 1100. То есть скорость самого перехода. Интервал, то есть задержка между каждым вот таким эффектом, когда картинка делится и показывается другая. Я бы поставил 2000, чтобы побыстрее. Это скорее всего в миллисекундах. Да, вот здесь написано MS. И текст Color. Это тот текст, который внизу показывается. Если мы выберем вот здесь вот у слайда Title. То есть какого цвета. Как цвет менять, я надеюсь, вы знаете, да? Решетку оставляете. И вот здесь вот либо пипеткой, либо фотошопом подбирайте код цвета и ставьте его здесь. В принципе, вот и все настройки. Давайте сохранимся и посмотрим. Модуль успешно у нас сохранен. Идем на сайт. Обновляем сайт. Наш слайд загрузился. И вот он у нас перелистывается. Вот с такой вот скоростью, периодичностью. Вот я кликаю. У меня в новом окне открылась ссылка. На этом слайде, видите, кликаю, ссылки нет. Если вы не будете указывать Title, Description, то внизу не будет появляться такой полоски, где расположен текст. Просто слайды. Очень красивые, очень симпатичные. Мне очень нравится. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев